Всем привет дорогие друзья, меня зовут Санша и в этом видеоролике мы продолжаем проходить различные карты в Майнкрафте. Друзья, не забудьте зайти в мои соцсети, ссылки находятся конечно же в описании, но мы будем начинать наше видео. А в сегодняшнем видеоролике мы проходим карту под названием Мини Эскейп, Мини Побег. Это кстати карта от создателя, карта которой мы уже проходили 10 минут. Я ее проходил весной этого года. Так, кстати я почему-то в креативе, я думаю что я должен быть и в выживании по идее, поэтому давайте я быстренько перейду в выживание. Ну, вернее в приклю. Я кстати не знаю должен ли я быть в выживании или в приключении, но давайте оставим в выживании. Так, давайте начнем не с того, а с правил. Войди в портал, ну и логично. Все они возможны, постарайся не читерить, но если ты застрял, ничего, никто не смотрит, поэтому знаешь, читери. На меня смотрят люди, ребят, я не буду читерить. Так, еще у нас есть создатели карты. Конечно же, Девошип. Теперь ты можешь играть, ничего не осталось говорить. Окей, а что у нас еще есть? Ну-ка, что тут у нас? Ну давайте, прежде чем начать играть, я хочу посмотреть, что у нас там. Нижний уровень. Ого. Прикольно он сделал. О, я остановись! 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 Я запоголел как тут? О, ты почти, ты почему упал в ловушку? Хорошо, что останови как ты протупал это. Ребят, я запоголел как тут. Я? Все, наконец-то. Боже мой. Так, надо найти все спиртные трофеи, чтобы войти в эту комнату. Ну, молодец, что он продумал, чтобы я не стрелал. А на ребят, давайте уже начинать игру. Так, начнем с простого. Просто найти кнопку. Удачи. Окей. У нас такая простая комнатка. Конечно, все не так просто, ребят. Здесь у нас несколько кнопок, да? Правда, как я понимаю, правильную найти. Это, может быть, это. Да. Хорошо. Следующий уровень. И у нас здесь, как я вижу... Нам надо сюда, скорее всего, что-то поставить. Давайте попробуем еще раз на кнопки понажимать. Я сказал тебе, что уровень... Уровень, из которого ты сбежал в последний раз, не будет таким же. Поэтому... Мини-трофей за старания. Ну, ладно. В общем, у нас здесь уровни одинаковые по внешнему виду. А их прохождение разное. Чем-то напоминает Z-Level Again. Ну, что у нас здесь может? Ага. Ага. Я понял. Ключ. Давайте все-таки посмотрим, нет ли у нас здесь трофея. Я его здесь не вижу. Так. Здесь у нас уже этого нету. В печке пусто. Здесь пусто. Так. Стоп. Мне кажется, или... Опа-на. Ага. Ключ. Я понял вас. Прикольно, ребята. Значит, будем теперь обращать внимание вообще на все детали. Ну, хорошо. Идемте дальше. Что у нас здесь? Так. Стрелы, сынуки, теперь. Зачем они нам? Пока что... Малопонятно. Кого-то надо из лука подстрелить. Ага. Я понял вас. Идеально. Так. Следующий уровень. Что нам он приготовил? Открывать у нас уже пусто. В почках у нас 100% что-то должно быть. не работает. А что тогда? Не работает. Так. Стоп. У нас здесь уголь. Ага. Ага. Возьмем и посмотрим. Правильно. Ну, хорошо. Дело в том, что было бы, если бы я выбрал баранину. Хорошо, ребята. Это у нас следующий уровень. И... Кнопка ничего не делает. Это меня... Так, стоп. Что это такое? Это стрелы. Они... Стрелы в форме стрелки. Здесь... Они указывают на кровать. Что у нас может быть с кроватью? Может, их надо просто взять? Стрелы? Нет. Ребят, что у нас связано с кроватью? Эти стрелки указывают на кровать. Что у нас здесь еще есть такого стрелочного? Может быть... Ну, Катя. Возможно, они хотят, чтобы я в кровать стрельнул. Не знаю. А, или, может, подождите. Я, походу, понял. Это для того, чтобы... Можно самоубийство совершить? Ну-ка. Надо поаккуратнее себе стрелять. Только вот жалко, что стрелы они... Блин. Блин. Надо быстрее отпускать. А, я походу все стрелы так потрачу. Ну-кась. Что же будет? Блин, полсердца. А я еще и восстанавливаю... У меня еще и жизнь не восстанавливается, блин. Результата что-то никакого. А что нам тогда делать-то, ребятки? А, возможно, ничего не восстанавливается в кровати. Слышим вас. Ничего, ничего. Вот. Вот так. Вот так. Да, вот так. Давайте вот так. А, это стрелки типа указывали не на кровати, но на направлении. Ребят, ну это было сложненько. Окей. Так, следующая комната. И там у нас что-то есть. Что у нас здесь в целом? Давайте осмотримся. И мечи точно ничего не делают, ребят. А то эти мечи меня уже напрягают. Inverse. Инверсирование. Ну-ка. А, надо в эту комнату попасть. А мы не долетаем. Подождите. Возможно, надо несколько зелий взять, типа, чтобы их... Пить, пока вот мы не залетим туда. Хотя, почему-то после выпивания эффект накладывается всего на пару секунд. Довольно странно. Ну, ладно, друзья. Давайте порваем реально по этой тактике. Пьем. Пьем. Пьем еще. Блин. Так. Вот теперь надо прямо в полете пить. И еще раз. О, отлично, ребят. Залетели. Залетели. И... Сундук пустой. И что я нам это даю? А, вспомни первый уровень. Вспомни первый уровень. Там у нас надо было на кнопку нажать. Чтобы пройти. А, типа... Такс. Такс. Я вас понял. Я вас понял. Окей. Интересно. Интересно. Следующий уровень. Мечи прям друг на друга смотрят. И... Погодите. А, это нам надо еще раз так сделать, чтобы пройти? Или как? Или это все тот же уровень? Я что-то не то сделал. Давайте попробуем еще раз выпьем зелье. А, ну окей. Окей. Поэтому нам его не одно дали. А, все. Теперь это уже точно следующий уровень. И... Так. Тростник. Кролища шкура. Спруты. Ребята, оно все еще и восстанавливается. Зачем-то? То есть нам этого всего дано... Ну, в неограниченном, грубо говоря, количестве. Вопрос только зачем? Что у нас из этого крафтится? Бумага? А из этого кожа. Из кожи... Книга. А из этого сахара еще. Книга. Хм. А, ребят, что нам надо сделать с книгой? Может ее туда выбросить? Нет? Вот прям попасть в этот... В проем. Вообще можно попасть в этот проем? Он не попадает аж. Ну, давайте присядем и... Он не попадает. Так, стоп. Там у нас кафедра. Или что это? Да, это вроде кафедра. Погодите. А книгу же можно? А нет, стандартно нельзя. Такое вот можно. Так, ребят. А, это нам надо, короче, сделать книгу с пером. Понял. А, вот нам для чего нужны все, ребят. Я понял, я понял. Вроде как мозг еще у Санджа работает. Так, нам нужна курица. Курица есть. И, как я понимаю, нам надо ее накормить, чтобы она выросла. И дальше уже из нее перья получить. Ну, извини, курочка, но до свидания. Где она-то? Где это тут вот? Хорошо, переполученный черный краситель получен. Можно ли сделать теперь мне книгу с пером? Да. Отлично. И теперь мы ее уже кладем туда, да? Нормально. Такс. Молодец. Ты почти уцелен, но осталось два уровня. Чтобы добраться до последнего уровня, тебе ты должен разгадать загадку. Я сказал моему умному другу эту загадку, и она не смогла... Своей умной подруге эту загадку, и она не смогла ее рассказать. Никто не может меня увидеть, и никто не может услышать меня. Но я все еще номер один. Если я правильно понимаю перевод. Ты используешь меня и моего друга каждый день, но никогда не замечаешь нас. Не признаешь нас. Но это нормально, потому что... Потому что всегда... Куда бы ты ни пошел... Маленькая часть... Тебя... Маленькая часть меня все еще с тобой. Что я такое? Так. Я... Никто не может меня увидеть, и никто не может меня услышать. Я все еще номер один. Меня и моего друга. Маленькая часть меня все еще с тобой. Что я? Может быть... Никто не может... Ну, смотрите, это, скорее всего, что-то... Никто не может меня увидеть, и услышать. Что-то невидимое, и то, что нельзя услышать. Мысль? Хотя нет, но меня и моего друга. Давайте напишем мысль. Мысль по-английски у нас... Ну-кась, давайте. Надеюсь, у нас, как раз-таки, есть опыт. Ну-кась, а... Если я неправильно помню вперед, то сот. Так. И, как я понимаю, воронку, да? Судя по звукам, это немножко не то. Окей-окей, ребята, мне приходится посмотреть решение, и это у нас оказывается водород. Да, потому что два друга, это типа кислород и водород, мы каждый день используем в воду, и... Ну, окей, ребят, понимаю, признаю, не догадался, не смог. Ну, хорошо. Правила карты было позволено читерить, так что все по-честному. Давайте напишем... Хайдроген. Так. Хайдроген. Ага. И... Кладем его сюда. А, ой, там надо без этого, без... 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 Белого, вот здесь, в конце. Все, ребят. Ну-кась. Что у нас дальше? Поздравляю, ты... Прошел... Ты прошел к финальному уровню. Я горжусь тобой... Карта была довольно-таки легкой. Но я бы не сказал, что прям легкой. Потому что, ну... Она не была очень легкой, ребят. Поэтому, скорее всего, это не такое уж и достижение. Ну, ладно. Но... Так, ты прошел всю... Ты прошел через мою первую карту. Я дам тебе выбор, как ее закончить, когда ты откроешь дверь. Реально, просто открой дверь и... Мы обсудим то два выбора конца. Это идеальная карта, которую ты оценишь на пять звезд. Так. Этот знак просто здесь, чтобы я мог достичь конца комнаты. Ну, прикольно. Ребят, все не так просто. Здесь 100% есть какая-то секретка. Здесь 100% есть секретка, ребят. И я в этом уверен. Если здесь нет секретки, то карта признается скучной. Здесь он прям просто пишет. Просто открой дверь. Ну, не все так просто, ребят. Все не может быть так просто. Все не бывает так просто в подобных головоломочках. Походу, здесь реально все-таки ничего нету, но... Ну что ж. Вариант первый. Закончить карту сейчас и продолжить жить свой день. Войти в мир... Войти в мир разума и... Доказать твои умения. Давайте вот это. Так. Кажется, тебе действительно понравилась эта карта. Спасибо. Но сейчас она будет... Сейчас она укусит тебя. Интересно. Чтобы полностью пройти эту карту, ты должен ответить на эти тривиальные вопросы. Ты, наверное, задумываешься о чем же. Так вот, вопросы о самой карте. Я надеюсь, ты... Я надеюсь, ты был внимателен. Я надеюсь, ты был внимателен. Потому что тебе придется ответить на 5 небольших вопросов об этой карте. Вопрос первый. На протяжении всей карты было 4 типа табличек было использовано. Какие эти таблички были? Ребята, я думаете, это помню, блин. Я думаете, вот это вот, какие там таблички на протяжении карты. Давайте, давайте вот это. Неверно. Блин, я чекпоинты на карте поломал, ребят. Я на карте тотально поломал чекпоинты. Окей, окей, ребят, не паникуйте, все пофиксил. Таблички, таблички, ребят, таблички. Вспоминай, Санжа, давай вспоминай. Включай соображалку. Вот последняя были... Последняя табличка была, по-моему... Вот мы только что же видели табличку, ребят. Мы только что видели табличку. Неверно. Ладно. Так, вопрос второй. На седьмом уровне тебе надо было выпить зелье. Что было, эм... Так, что это было за зелье? Это было зелье у нас... Это было зелье левитации. Да, в смысле? Это было зелье левитации. А чего же тогда? Если не... Ребят. Чего, блин? Какое медленное падение? Так, вопрос третий. На уровне шесть были стрелы. Чтобы... Которые помогли тебе решить уровень. Какие-то были стрелы. Это были... Это были вот ее стрелы, эти разложения. Так, вопрос четвертый. На уровне восемь были вещи в сундуке. Чтобы сделать... Ну, чтобы сделать кафедру. И они были все по ровну поделены. Какое было там число? Семь. Семь, вот это я помню. Так, последний... Последний вопрос. Возможно, самый сложный на этой карте. Как меня зовут? Девашиб. Правильно, ты прошел карту. Финальный трофей. Это у нас... Ага. Классный финальный трофей. Ребят, а что у нас в итоге там? Мне интересно. Давайте... Ребят, простите, но это слишком большой... Слишком большой этот... Давайте все-таки немножко поспользуемся читами. И представим, что мы прошли. Так, создатель карты нам говорит. Кажется, что ты нашел все трофеи. Поздравляю. Теперь ты получил небольшой секрет. Так... Я... Так... Я положу ее публично, если карта... Если карта будет успешной, но... Но так... Но так как ты собрал все трофеи, я... Я дам тебе... Я дам тебе... Это... Посмотрите его сейчас. Есть ссылка. Ребят, что это за видео у нас? Давайте я скопирую ссылку и вернусь к вам. Ну, ладно, это было все, конечно, очень смешно. Но карта завершена, друзья. Что могу про нее сказать? Мне она понравилась. Реально хорошие головоломки. И особенно последняя загадка прям заставила подумать. Я реально думаю, что если бы... Я бы не смог ее сам решить. Ни за что. Ребят, лайки ставьте на канал, подписывайтесь, комментарии оставляйте. Это был Санж, а это были прохождение карт. Всем удачи, всем спасибо и пока. Скоро. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok